Согласно исполнению первоочередной задачи, определенной в программе обуат Махаля, предусмотрено комплексное благоустройство сотен махалей по всей стране. Мы уже рассказывали о деятельности республиканской рабочей группы в столице, цель которой полное и безотлагательное решение накопившихся проблем. Как сегодня обстоят дела в Ташкенте и что предпринимается в очередном обзоре нашей программы. Прошел уже месяц, а осознанная по инициативе главы государства рабочая группа продолжает изучать состояние реального положения махалей в столице в рамках реализации программы обуат Махаля. Поставленные на системную основу диалог с населением, посещение домов и выявление проблем, а также их решение еще раз доказывает эффективность данной работы. Народная пословица гласит «Глаза боятся, а руки делают». На самом деле, чтобы найти решение той или иной проблемы, необходимо тщательно изучить причины ее возникновения. Уже после найти справедливое решение, независимо от того, маленькая проблема или большая. В наших предыдущих репортажах мы говорили о том, что многим жителям Якосарайского района приходится жить либо в домах, состояние которых считается аварийным, либо вообще лишены жилья. За короткое время на пустующем земельном участке по улице Шотар-Уставели началось ускоренное строительство многоэтажных жилых домов. На территории второго сектора возводимый жилой комплекс будет предоставлен 48 нуждающимся семьям. В настоящее время в строительстве данного объекта задействовано около 50 квалифицированных специалистов, а также свыше 10 специальной техники. Благодаря программе «Обот Махаля» по улице Бога-Бостон обновляются дорожки, тротуары обретают современный вид. Вместо старых столбов устанавливаются новые бетонные. Расположенный на улице Шотар-Уставели дом номер 57 был полон проблем. Теперь же в рамках реализации программы в краткие сроки были проведены все работы по реконструкции. На данный момент в этом доме обновляют кровлю. «Наши дома сейчас ремонтируют. Мы очень благодарны и счастливы этому. Хочется жить по-новому в обновленном доме». Махаля Якасарой. Здесь в целях бесперебойного обеспечения электроэнергии. В 11 многоэтажных домах ведутся соответствующие работы. Устанавливаются трансформаторы. Ведется замена старых кабелей на современные. Обновляются опорные столбы. «Поменяли 26 столбов на новые. Шесть трансформаторов полностью отремонтировали. Последний пункт распределения трансформатора Махаля Якасарай. Так как электропроводы были старые, при сильном ветре случались перебои со светом. А в данный момент мы проводим новые электропровода». После завершения фасадных работ многоэтажного дома номер 264 на улице Бога Бостон не только сам дом, но и проживающие в нем жители расцвели. «Продолжаются ремонтные работы фасадной части. На сегодняшний день законченные работы в подвалах отремонтировали кровлю. Население Махалей довольно». По улице Чупоната Махалей Якасарой были заменены старые дряхлые столбы и электропровода на новые. В ходе изучения республиканской рабочей группы Шахантахурского района во втором проезде улицы Шефайзи были выявлены жалобы жителей на плохие внутренние дороги и постоянные перебои с электроэнергией. За прошедшее время дорожки были капитально реконструированы, а старые опоры электросети заменены на бетоны. Однако в 350 квартирах трансформаторы все же не были обновлены. «Этот трансформатор был установлен в 50-е годы. Уже не в первый раз он сгорает. Нам постоянно обещали его поменять, но не делали этого. Из-за резкого повышения температуры трансформатор снова сгорел. Сейчас у нас нет света». Специалисты районного предприятия электросети заменили 400-киловатамперные трансформаторы на новые мощностью в 630 киловатампер, что позволило сразу решить проблему. «В нашем Махале самая главная проблема связана со светом. Рабочая группа вместе с комиссией установили нам новый трансформатор». В многоэтажных домах номер 11, 13 и 14 массивы Бельтепа этого района такая же проблема. Здесь были установлены новые трансформаторы, заменены кабели. Прибрежная территория водного канала в Махале Чархнов за очень долгое время оставалась без присмотра и превратилась в настоящую мусорную свалку. После изучения этой местности рабочая группа приступила к благоустроительным работам. «Раньше это были узкие улицы, дороги были перекрыты. Сейчас дороги открывают. Вдоль протекающего анхора устанавливают решетки, устанавливают и новые трансформаторы, проводят новый кабель. Все это создает нам удобство». Сейчас здесь сносятся незаконные постройки, расширяется дорога. Территорию вдоль канала Актепа зачищено, ведется работа по озеленению. В целях обеспечения безопасности на берегах водной артерии устанавливаются заборы. Демонтируются также и столбы электропроводов. «Восемь махалей района вошли в программу «Благоустроенная махаля». В них насчитывается 56 трансформаторов. Из них 42 отремонтировали, а остальные 14 ремонтируют. Высоковольтный кабель переносят в безопасную зону. Деревянные столбы меняют на бетонные. Установили 87 новых опор. Сейчас проводят новый кабель. В планах закончить все работы до сентября. В ходе изучения Бегтимирского района был выявлен ряд проблем касательно здоровья населения, проведения медицинских осмотров, а также деятельности патронажной службы. Чтобы решить, министерством здравоохранения были организованы бесплатные углубленные медосмотры жителей района. Находящиеся в распоряжении министерства 13 профессоров республиканских специализированных научно-практических медицинских центров и районах высококвалифицированных врачей провели медицинские осмотры с последующим назначением лечения более полутора тысячам человек с четырех сходов граждан Махалей. Главой государства была поставлена перед нами задача найти решение всем проблемам, выявленным в ходе изучения ситуации рабочей группой на местах. Исходя из этого, министерство здравоохранения проводит комплексные мероприятия. Так, для проведения углубленного медицинского осмотра население из всех научно-практических центров в республике пригласили 13 докторов медицинских наук. После осмотра мы дадим направление пациентам для лечения в надлежащих медицинских учреждениях. В ходе программы «Благоустроенная Махаля» мы провели около 50 таких мероприятий, в результате которых обследовали свыше 300 тысяч людей. Из них двум тысячам оказана своевременная медицинская помощь. В ходе медосмотра с жителями этого района была проведена разъяснительная беседа по повышению медицинской культуры. Объяснили правила санитарной гигиены, а также дали необходимые рекомендации. Я прошла необходимое обследование. Сейчас прохожу лечение. Мне помогают с лекарствами. Также обещали дать направление на лечение в больнице. В ходе изучения Шахантахурского района было выявлено, что многие граждане с ограниченными физическими возможностями нуждаются в инвалидных колясках. В целях комплексного решения данной проблемы были предприняты меры. Когда 55 гражданам выдали коляски, оказалось, что в Шахантахурском районе есть еще нуждающиеся в таком жизненно важном средстве передвижения. В парке Анхор-Локомотив. В рамках программы ОБОТ Махаля, выявленным в ходе посещения домов, 56 лицам с особыми потребностями были переданы инвалидные коляски. В ходе мероприятия была оказана социальная помощь тем, кто особенно в этом нуждается. С целью восстановления здоровья населения были даны направления в клиники и путевки в санатории. Кроме того, предоставлены слуховые аппараты и костыли. В рамках благотворительной акции под названием «Солнце светит всем одинаково» прошедшие в Яшнабадском районе 45 гражданам были выданы инвалидные коляски. Восьми ветеранам войны и труда были вручены путевки в санатории. А 25 граждан получили ордер на бесплатное лечение. Охваченные особой заботой и вниманием те, кто прикован к постели, кто нуждается в особом уходе, благотворительная акция подарила радостные моменты. Ведь главная цель программы «Обот Махаля» является не только достижение лучших условий в регионах, повышение благосостояния населения, но и их приобщению к благим делам и взаимопомощи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова